Павильон на ВДНХ Павильон номер 15. Радиотехника давно не демонстрирует достижений этой отрасли промышленности. Реконструкция идет вовсю, но арендаторы продолжают вывешивать рекламу с грамматическими ошибками. Правда, теперь уже на строительных лесах. Радиотехника. Сейчас этот павильон так называется. А в 1939 году, когда открывали ВДНХ, он был по Волжьям. Но в рамках борьбы со сталинским наследием Никита Сергеевич Хрюшов принял решение закрыть монументальные скульптуры борцов революции уродливыми алюминиевыми фальшпанелями. И теперь зданию возвращают исторический облик. Листы железа, отдаленно напоминающие экраны старых телевизоров, скрыли в 1958-м, как тогда было принято говорить, архитектурные излишества. Сбили герб, венчающий вход в павильон. Исчезла колонна с Чапаевым на коне. Но большую часть пышного убранства все же просто спрятали за утилитарным образом будущего. Казалось бы, кому, как не Архнадзору, радоваться исторической справедливости. Мы не против того, что надо убирать эти леса, мы наоборот за. Мы хотим открыть старые фасады, но мы считаем, что демонтаж этих конструкций должен производиться аккуратно, чтобы это все аккуратно демонтировали, сложили и уже потом принимали решение сделать из этих фасадных стен. Разбор фальшпанелей только начался, но уже сейчас видно, что их установка не прошла бесследно. Часть барельефов разрушена, но была от маскировки и польза. Благодаря тому, что фасад закрыли, большинство гипсовых изваяний сохранились в первоначальном виде. Результаты работ по расчистке фасадов уже видны на соседнем павильоне. Вычислительная техника. Более полувека назад он назывался Азербайджан. Убрав хрущевскую облицовку, рабочие открыли удивительной красоты и сохранности плитку. Откручиваются панели, аккуратненько складируются и после демонтажа будут переданы через ВВЦ на хранение, предположительно, на завод ЗИЛ. Посетители выставки приятно удивлены. Вроде бы пришли посмотреть один павильон, а увидели сразу два – сельскохозяйственный и промышленный. В любом случае необходимо эти все панели сохранить и воссоздать, возможно, в каком-нибудь другом месте, в том числе и антенну. Впрочем, исключительно промышленными в своем облике ни Поволжья, ни Азербайджан никогда и не были. Цельнометаллическая оболочка покрывает только фасад зданий. И вот теперь архитектурный конфликт двух эпох, наконец, будет разрешен. Станислав Редикульцев, Сергей Солдатов и Сергей Кукушкин. Вести. Москва.